Антикризисный советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подолек присоединяется к нашему эфиру. Михаил, здравствуйте, рада вас видеть. Да, добрый вечер. Давайте с Франции начнем. И с Макрона, которые, кажется, изменились немного в своем поведении, в лучшую сторону. У нас только что был сюжет о новых модернизации умных бомб от Франции. Макрон сегодня призвал не быть трусами касательно войны в Украине. Это он сказал накануне своего визита в Чехию, где будут решать вопрос финансирования выделения Украине вот этих 800 тысяч артиллерийских снарядов. Что изменилось в отношениях внутри Европы? Вам не кажется, что мы наблюдаем сейчас какую-то такую гонку между лидерами за лидерство и в плане быть гарантом безопасности в Европе и в плане военной помощи Украине? И насколько это использует украинская дипломатия? Хороший вопрос. Вы знаете, я несколько иначе на это смотрю. Я не считаю это гонка за лидерством, хотя, безусловно, можно в анализе рассуждать о том, кто все-таки выглядит таким лидером с учетом, например, 7,5 миллиардов европомощи Германии, Украине. То, что делает для нас Германия, посмотреть на то, что делает Франция с точки зрения и прямой помощи непосредственно и вот этих заявлений господина Макрона и так далее. Я считаю это несколько более, скажем так, фундаментальной трансформацией того, что сегодня определяет политику Европы в целом. Смотрите, для Европы в последние месяцы очевидно, что Российская Федерация не остановится. Имеется в виду не в войне с Украиной, а в принципе с точки зрения экспансионизма как единственного формата существования Российской Федерации. То есть для того, чтобы Россия продолжала существовать в путинском исполнении, ей придется все время кого-то атаковать. Неважно в каком смысле, в горячей войне, в холодной войне, в информационной войне, в дипломатической войне и так далее. Или просто оскорблять, как это присуще российской политике в последние годы. Но в принципе для Европы всегда будет такой порог опасности, связанный с Россией. И соответственно понимание этих рисков приводит ко второй части понимания, что единственная страна, которая может эффективно противостоять России, несмотря на все эти анализы, что мы должны готовиться к войне против Российской Федерации, имеется в виду НАТО, должно готовиться к войне и так далее, что единственная страна, которая может эффективно противостоять России, это Украина. И соответственно дальше третий пункт. Если вы это понимаете, две эти части, что Россия не изменится, Россия не вернется к какому-то там компромиссному типу бытия, и, соответственно, что противостоять может только Украина, тогда возникает третье, то, о чем говорит господин Макрон, о том, что необходимо не бояться принимать радикальные решения, необходимо вести дискуссию о возможности даже отправки национальных контингентов в Украину. Это, понятно, не вопрос сегодняшнего или завтрашнего дня, но сама дискуссия очень важна. И главное, нужно точно искать все возможные решения, финансовые решения, чтобы проинвестировать в военное производство, которые, соответственно, будут отправлять в Украину тот объем техники, который нужен для этого этапа войны, ну или те инструменты, которые нужны для этого этапа войны. Вот это главное, да? То есть главное — это переосмысление диспозиции. Смотрите, если после 2014 года, к сожалению, в Европе так и не осознали, и после 2008 года, после Грузинской войны, в Европе так и не осознали, что Россия — это не та страна, с которой нужно иметь бизнес-отношение, то сейчас есть четкое понимание, что Россия — это та страна, которая должна проиграть эту войну. А для этого нужны определенные действия. Первое — техника. Второе — максимальная поддержка Украины. Третье — максимальные инвестиции в военное производство, ну или в любые другие производства, которые так или иначе будут иметь решающее значение для эффективного ведения войны. Ну, в Европе действительно, кажется, осознали степень угроз, которую представляет Россия. И вот именно поэтому сегодня Европейская комиссия представила первую в истории европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС. И эта стратегия предусматривает тесное привлечение Украины. В стратегии прописано на уровне идеи, задач, как могут и как должны будут коллаборировать между собой европейские страны, как должно это все финансироваться, чем может в этом плане помочь Украина. Насколько важно принятие такой стратегической бумаги, и чем действительно будет и как помогать Украине? Смотрите, если мы с вами отложим в сторону схоластику, то есть просто обсуждение, теоретическое обсуждение того, что должно быть или как должно быть и так далее, а перейдем к прагматике, ну к чистой прагматике, выглядит все на самом деле следующим образом. Наиболее эффективная армия есть только у Украины, среди европейских стран. Большой опыт войны есть только у Украины. И, соответственно, безусловно, если Европа осознает те риски, которые генерирует Россия, то, безусловно, нужно иметь такого союзника, как Украина, который будет насыщен деньгами, военными производствами, ну и имеется в виду военными производствами не только на территории Украины, и военной техникой для того, чтобы разгромить любую, скажем так, экспансионистскую группировку, в данном случае российскую. Это очевидные вещи. То есть, грубо говоря, есть производители, есть общие договоренности юридические. Украина, Европейский союз, ну или там Евроатлантический альянс, давайте шире смотреть и так далее. Хотя мне кажется, что нужно тут тоже, опять же, переосмысление определенное еще пройти. Европейский союз как раз-таки эти переосмысления уже прошел. Он четко понимает, у них есть деньги, у них есть возможность инвестировать эти деньги более эффектно в военное производство, делать их совместными между разными странами, тогда решаются вопросы лицензирования той или иной вида продукции военной. И, соответственно, есть третий компонент, чрезвычайно важный. Это Украина, которая имеет, по сути, уже готовый европейский, я прошу прощения, экспедиционный корпус, то есть наши вооруженные силы, которые абсолютно точно при насыщении абсолютным объемом необходимого количества техники, ну то есть, грубо говоря, чтобы все-таки паритетно выглядело не так, как сейчас, один к 12 или один к 7 выстрелам, как говорил президент Украины, ну имеется в виду на поле боя, да. Если у Украины будет полностью паритетное количество авиации, количество дальнобойной ракеты как таковой, количество снаряда, количество других технологических решений, такие как РЭБы или дроны, и так далее, то, безусловно, Украина будет доминирующим фактором, обеспечивающим европейскую безопасность. Вот эта конвергенция, на мой взгляд, уже очевидна для Европы. Еще раз подчеркиваю, для Европы. Не для евроатлантического пространства, потому что Соединенные Штаты пока увлечены внутренней дискуссией. А вот для Европы это очевидно. Что такое конвергенция? Есть рисковые зоны. Россия относится к максимально рисковой зоне, то есть это та страна, которая без трансформации, если Россию расставят, опять же, в путинском исполнении, всегда будет угрожать Европейскому Союзу в целом. Второе. Европа переосмыслила, что безопасность может быть общей, полностью дофинансированной. Еще раз подчеркиваю, полностью дофинансированной. То есть, соответственно, нужно будет вкладываться. И это третий пункт. Военное производство. То есть, решать вопросы совместных бизнесов, решать вопросы отказа от каких-то там суперлицензий и так далее и тому подобное. И, соответственно, четвертый компонент. Это ключевой компонент для Европы. Есть конвенциональная армия, которая имеет абсолютный опыт участия в большой войне. Это Украина. И, соответственно, производство, инвестиции Украина. Вот эта конвергенция, которая позволит Европе чувствовать себя намного более уверенно с учетом тех рисков, которые война полномасштабного вторжения в Украине обозначила. Последние новости пришли из Чехии. После встречи с Петром Павелом, Макрон сказал, что Франция присоединяется к Чехии в закупке 800 тысяч снарядов для Украины. Очень позитивная новость. Так, менее позитивная новость сегодня пришла и из Международного уголовного суда. Согласитесь. Это о чем? О том, о продолжающемся осознании Европы всех угроз? Это шире. Давайте здесь, скажем, по решению МКС по Кабалешу и Соколову, то есть по российским генералам, один из них возглавляет дальнюю стратегическую авиацию, а другой возглавляет Черноморский флот. Напомню, что именно эти субъекты войны отдают приказы непосредственно атаковать крылатыми баллистическими ракетами, гиперзвуковыми ракетами, атаковать гражданское население, масштабно атаковать. То есть это как раз таки и есть тот самый геноцидный компонент, когда есть умысел на совершение большого объема преступлений против гражданского населения. Вот этот ордер четко показывает три вещи, на мой взгляд, которые, в принципе, должны были бы правильно расставить акценты для России в том числе. Первое. Военные преступления, несомненно, будут наказаны, и это будет сделано здесь и сейчас, а не в какой-то исторической перспективе через длинное время и так далее. То есть никто России прощать эти военные преступления не будет. Ну, то есть это нужно осознать. Второе. Это как раз таки говорит о переосмыслении Европы тех рисков, которые несет Российская Федерация, в том числе в отношении обнуления международного права как такового. То есть, грубо говоря, попрание международного права, совершение вот этого объема военных преступлений, нарушения против человечности, в данном случае преступления против человечности очевидны. Соответственно, это требует конкретных юридических реакций здесь и сейчас, а не, опять же, когда-то через какое-то время. Ну и, конечно же, это четко говорит о том, что, на мой взгляд, это абсолютно конкретно, что наши партнеры заинтересованы в установлении всех фактов совершения преступлений. То есть автор преступления, организатор преступления, исполнитель. Это разные уровни. И, соответственно, уже прямо сейчас есть обозначения. Вот как было, например, ордер по похищению детей в отношении, в том числе, Путина. Точно так же есть ордер по отношению к конкретным генералам, которые стоят за родами войск, наносящим максимальный ущерб гражданского населения. В этом ордере сроков давности нету. И уж точно вот эти два субъекта, это, как помните, были такие персонажи, как Радован Караджич, Радко Младич, я имею в виду в Балканских войнах. И, соответственно, по ним дальше международное правосудие работало годами, пока все-таки они не попали на скамью подсудимых. Вот эти два субъекта, Кобыляш, еще раз напомню, фамилия и Соколов, они уже однозначно будут притянуты за уши на скамью подсудимых в рамках международной юрисдикции, если они останутся живы. Потому что, в принципе, сегодня эти ордера точно обозначают, что эти субъекты, как свидетели, им же тоже отдавали приказы, не забываем. Есть конкретный автор войны, есть конкретные передатчики, которые передавали этому же Соколову, что нужно делать калибрами, как нужно атаковать Одессу, как нужно убивать гражданское население в Одессе и так далее. Вот эти два персонажа, мне кажется, что они не жильцы, как свидетели. Но, с другой стороны, еще раз подчеркиваю, четкая, проложенная международным сообществом дорога к юридическим последствиям в рамках этой войны. То есть, знаете, это очень важный параметр психоэмоциональный. Смотрите, Россия всегда говорила своим, что она не будет нести никакую ответственность. Помните, Грузинскую войну, Первую Украинскую войну, другие войны, Сирийская война. Я возьму более дальние войны, например, на территории самой России. Это то, что они там творили с чеченским населением, с дагестанским населением и так далее. Вот Россия всегда гарантировала своим генералам, что никакой ответственности юридической в правовой системе глобальной они не будут нести. Сейчас вот этим ордером четко зафиксировано, что все эти генералы и дальше вниз по иерархии, они абсолютно точно будут за уши, еще раз подчеркиваю, притянуты на скобью подсудимых. Это очень и очень хороший сигнал. Да, решение МОСа приветствовал президент Украины Зеленский. Он подчеркнул, что мы прилагаем все усилия, чтобы ни один российский зверь, ответственный за убийство украинских детей, женщин и мужчин, не остался безнаказанным. И вот в этом контексте интересно разобрать новость. Блумберг сообщает, что российские власти готовятся к информационной атаке на президента Украины Зеленского, чтобы подорвать доверие к нему, общества и военнослужащих. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, возможно, разведка как-то сообщала о готовящейся такой провокации? Что можно этому противопоставить и что украинцам, ну и всем нашим зрителям надо об этом знать? Первое. Мне очень нравится, что Блумберг после двух лет войны говорит, что Российская Федерация готовится к информационным атакам на имя президента Украины. Они, мне кажется, эти два года как раз только этими занимаются. То есть активно пытаются дискредитировать чрезвычайную субъектность президента Украины господина Зеленского. Мы с вами это видим неоднократно. Если в первые, скажем, месяцы войны они так пренебрежительно относились к Зеленскому, то сейчас они с такой истерикой понимают, что субъектность Зеленского намного выше субъектности Путина. И влияние Зеленского на те процессы, которые, собственно, сегодня обсуждаются в глобальном политическом процессе, как таковом намного существеннее. И, безусловно, они проводят, я имею в виду Российская Федерация постоянно проводит или делает попытки проводить те или иные дискредитационные кампании. В данном случае, конечно же, насколько я понимаю, Блумберг имеет в виду возможность использовать вот этот тезис, несуществующий, кстати, реальности тезис о легитимности и нелегитимности президента Украины после окончания срока его полномочий. Не забываем, что этот тезис, еще раз подчеркиваю, абсолютно точно отсутствует, потому что и в конституционных уложениях Украины, и в законе о военном положении очень четко сказано, как осуществляется непрерывность власти в Украине. Здесь нет никакой проблемы. И, естественно, ни на внутреннем рынке, ни на внутреннем рынке партнеров, еще раз подчеркиваю, нет никаких дискуссий в отношении президента Украины. Вот другой вопрос. На мой взгляд, как бы нужно чаще поднимать вопрос о легитимности субъекта по фамилии Путин. Да, вот смотрите. Субъект по фамилии Путин, во-первых, не имея конкурентной среды, проводит фиктивные выборы на территории России, но при этом он их еще и проводит на оккупированных территориях, где непосредственно идут активные боевые действия. Соответственно, все юридические процедуры, даже в рамках российского законодательства, являются недействительными. И, соответственно, субъект Путин после 17 марта теряет остатки своей легитимности. Для меня это важно чем? Мало того, что сам Путин нелегитимен, так еще и органы исполнительной власти, образованные Путиным, соответственно, не будут легитимными. И значит, присутствие России в тех или иных международных институциях, включая Совет Безопасности ООН, является нелегитимным. Мне кажется, что вот здесь нужно будет гораздо больше информационно работать, чтобы объяснить и нашим партнерам, и странам глобального юга, что на сегодняшний день Россия является абсолютно безголовым государством, то есть у него нет органов правления, которые являются легитимны. Все, что касается Украины, к этому не имеет никакого отношения. У Украины органы власти абсолютно легитимны. Они беспрерывно исполняют свои обязанности в рамках абсолютно надлежащих юридических процедур. Вот как бы противодействовать здесь, на мой взгляд, не то, что противодействовать нужно. Знаете, это мне напоминает вот эту историю, которую сейчас активно обсуждают. Мы получили распечатки разговоров немецких офицеров о необходимости или необходимости использования дальнобойных ракет. И знаете, все так ух ты, вот шпионский скандал. Я, честно говоря, все время поражаюсь. Вы о ком? Вы о россиянах, которые получили что-то и что-то там интерпретируют? Это не имеет никакого значения. Все, что говорит Россия, не имеет никакого значения. Имеет значение только то, насколько мы готовы признавать или не признавать что-то за Россией. Вот смотрите, как только вы перестаете признавать за Россией право говорить хоть какое-то слово, все эти слова умирают. Вот как только вы признаете, не признаете за Россией право считаться легитимными органами власти, они перестают существовать. То есть они действительно будут изолированы в международных институциях. То есть Россия не будет присутствовать на заседаниях Совбеза, вот этот дивный персонаж от Российской Федерации все время присутствует, и они не смогут продвигать абсолютно лживые тезисы. То есть, грубо говоря, все очень просто. Все решается через юридические процедуры. Смотрите, вот оказалось, можно, я вернусь немножко выше, оказалось, можно спокойно в рамках Международного уголовного суда принять решение о том, что вот ордер на арест субъекта по фамилии Соколов, главы Черноморского флота Российской Федерации, которые в течение двух лет активно используют крылатые ракеты или ракеты класса «Калибр» для атаки гражданского населения. Оказывается, что все это быстро останавливает легитимность персонажа по фамилии Соколов, и теперь этот персонаж где-либо появится, он, соответственно, будет арестован. То есть, грубо говоря, как только вы начинаете работать в рамках своих правил и не рефлексируете на правила или предложения Российской Федерации, все меняется. Ну, будем надеяться, что наши западные партнеры учатся медленно, но уверенно не рефлексировать. Первые попытки мы видим. Спасибо вам огромное, Михаил, за этот разговор. Антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо.